Добрый день, коллеги! Меня зовут Любовь Крашенинникова. Мои регалии вы можете видеть на слайде, на них мы останавливаться не будем. Сегодня у нас первый вебинар в этом году. Я очень горда тем, что я открываю этот год. Я выложилась, постаралась сделать по максимуму, все вложить в эту тему, все мне известно на данный момент. И благодарна Директ Медиа и Пал Юльчу Калинику лично за то, что мне предоставлена такая честь. Я, как говорят, постараюсь оправдать и надеюсь, что весь наш... Ну, я уверена в том, что весь наш будущий год все наши вебинары Директ Медиа в 2020 году пройдут совершенно замечательно и интересно. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. Поздравляю вас всех еще раз с Новым годом. не как ведущий вебинар, а как, значит, деятель онлайн-образования. Желаю успехов, здоровья и продвижения во всех своих, во всех ваших проектах и начинаниях. Итак, сегодня у нас вебинар, посвященный индивидуализации образования и то, как ее осуществляет лучше в эпоху диджитал, то есть в наше с вами время, когда цифровизация на марш. Итак, цель вебинара, которую я себе поставила, добиться того, чтобы вы после прослушивания вебинара сами могли заниматься индивидуализацией успешно. И прежде всего, как, так сказать, основная под тема моего вебинара, это сбор и предоставление обратной связи. Почему, мы поймем из следующих слайдов в моих комментариях. Итак, после того, как вы прослушаете этот вебинар, я думаю, что вы проникнете с необходимостью собирать и использовать обратную связь и будете вооружены некоторыми инструментами, чтобы делать это в цифровой образовательной среде. План вебинара примерно такой, то есть темы, да, очередность тем. Сначала мы поговорим о том, что такое вообще индивидуализация, как она, так сказать, чем она характеризуется и как осуществляется сейчас. Да, здесь я обращаю ваше внимание, что индивидуализация, о которой мы говорим сегодня, это не есть индивидуальный подход. Да, это не дифференциация, не есть индивидуальный подход в том виде, в котором эти два понятия нам известны как бы педагогическому сообществу российскому. Я уделю также внимание тому, почему индивидуализация важна, потому что она очень важна, она и всегда была важна, а на самом деле просто у нее не было возможности проявить свою, так сказать, быть реализованной и в той степени, в которой это возможно сейчас. Вот, поэтому мы будем какое-то время поговорим о важности индивидуализации сейчас, и потом мы перейдем уже к методам и техникам сбора и предоставления индивидуализации в части, как бы сбора и в основном предоставления обратной связи. Поскольку мое мнение, что сейчас возможности индивидуализации неразделимы как бы с тем, чтобы начать правильно получать и предоставлять обратную связь нашим обучаемым. Итак, откуда есть пошла индивидуализация? Вот термин на самом деле восходят к 60-м годам, по крайней мере судя по тем англоязычным в основном источникам, с которым я ознакомилась в процессе своей на самом деле работы и просмотрела еще раз, готовясь к вебинару. Вот тут есть некие сложности перевода, потому что в англоязычной литературе зарубежной, не знаю как в других иностранных языках, но в англоязычной индивидуализации называется personalization. У нас существует два термина в дискурсе – индивидуализация и персонализация. Персонализацию больше относят к области психологии, а индивидуализацию как раз к области педагогики. Если мы посмотрим на индивидуализацию, как мы сейчас с ней работаем, то это обучение, при котором темпы освоения материала и педагогические подходы. Я не буду зачитывать слайд дальше. То есть вы понимаете, контент, учебные активности, методы, последовательность, темпы – все это оптимизировано под нужды конкретного обучающегося. Я обращаю ваше внимание на то, что здесь присутствует контент, который тоже индивидуализирован и приспособлен под нужды определенных индивидуальных конкретных обучающихся. Еще очень важно, здесь учебные активности уместны и значимы для обучающегося. И часто им же инициируются. Это связано как раз все вместе. То есть обучающийся, он, планируя и участвуя в разработке своих образовательных решений, должен понимать очень четко, что то, из чего он выбирает, а ведь он же сам принимает решения относительно при проектировании своих образовательных программ индивидуальных, то он должен быть уверен в том, что то, из чего он выбирает, что ему предлагается, это значимо. Он выбирает для себя значимые вещи, уместные, нужные. Отсюда идет мотивация. Почему индивидуализация так работает на мотивацию. Вот такое определение дано еще в 2006 году Дэном Бакли, который внес достаточно много понимания индивидуализации в то время. Он же предложил и спектр видов проявления индивидуализации. С одной стороны, это индивидуализация для ученика, которую осуществляют учители, мы как педагоги с автоматом об этом думаем, но есть и другая, есть то, что делает сам обучающийся, индивидуализация, которая идет от от ученика. То есть он выбирает вот это, да, и здесь вот такая вот диалектическая связь, как вы видите, одно переходит, одно связано с другим. И здесь я не зря написала, что, собственно, если у учителя, у преподавателя развита тьютерская компетенция, то вот это расстояние между этими двумя концами континуума, мне кажется, это именно континуум, что здесь нет разрывов, тем и тем оно короче. Так, я сразу заглянула в вопросы. Кстати, я прошу вас свои вопросы писать во вкладке «Вопросы». Александр Александрович Андреев, добрый день, очень рада вас видеть на своем вебинаре, постараюсь оправдать ваши ожидания. Отличие индивидуализации от персонализации. Вот то, что я еще раз говорю, персонализация относится к области психологии и, так сказать, здесь вот я боюсь не слишком уверенно себя чувствую и могу немножко ошибаться в деталях. Но персонализация у нас это то, что, как бы, так сказать, что относится к процессу восприятия, вернее, к процессу, а к восприятию того, что индивидуум получает из внешней среды, вот он может это как-то персонализировать, интроэцировать, вот это все из области персонализации. Но, повторяюсь, здесь еще тоже, как бы, нужно в нашем педагогическом сообществе как-то вот это четко научиться разделять, потому что термин персонализации наряду с индивидуализацией появился совсем недавно в дискурсе, года два назад, не больше. Вот, поэтому спасибо за вопрос, давайте дальше всем педагогическим сообществом учиться различать эти понятия и грамотно с ними работать, их использовать. Вот почему я говорю про тьютерские компетенции, потому что, ну, во-первых, я сама тьютер, скоро уже 20 лет, во-вторых, тьютер как, тьютер это педагог, который профессионально работает с индивидуализацией, и тьютер это тот педагог, который отвечает, вернее, да, его миссия это взращивание субъектности в обучающихся, и в результате они становятся субъектами собственного образования, то есть сами принимают образовательные решения, проектируют и реализуют свои образовательные программы при сопровождении тьютера. Вот, так что здесь чем больше, чем лучше у преподавателя, учителя, у педагога развиты тьютерские компетенции, тем лучше, тем он понимает, и тем больше он ориентируется на, собственно, ту индивидуализацию, которая даже идет от обучающихся, Вот, так что здесь, поэтому я и такой комментарий оставила, чем больше развита тьютерская компетенция у преподавателя, тем короче вот это расстояние одного конца континуума до другого. Теперь немножко о том, а почему мы, собственно, говорили об индивидуализации, почему она важна сейчас, да? Вот она всегда, на самом деле, была важна. Я говорила, что индивидуальное обучение – это все как совершенно не новый термин, да, и не новая идея, что надо собирать, что этим надо заниматься. Но это как бы оставалось вот таким больше на уровне, так сказать, фрагментов каких-то, не завершенных. Сейчас это стало просто абсолютно велением времени, потому что, хотя бы потому, что мы видим индивидуализацию во всех других сферах, в очень многих. Это здравоохранение, это банковское дело, это вообще как бы профессиональная область, допустим, область даже госуслуг. Вот, то есть сейчас это просто как бы объективная реальность, и с ней надо работать. И в результате, так сказать, появляются такие запросы от наших обучающихся, значит, ожидания студентов от отношений чего растут? Цели, экономия их времени, структуры, логики образовательных продуктов, то есть в отношении очень многих параметров образовательного, то есть педагогической деятельности. Когда мы оказываемся в цифре, то мы сразу сталкиваемся с тем, что здесь ожидания студентов очень существенно иные. Я сейчас, как руководитель магистратуры фьюдерства в цифровой образовательной среде в Московском городском университете, просто вижу, что к нам пришли, значит, учиться на цифрового фьюдерства другие студенты с другими запросами. У них достаточно, у них совершенно другие требования по темпу, да, все должно быть очень, так сказать, очень хорошо упаковано, да. Потом, значит, по ритму, по четкости, четкости, логике организации учебного процесса, вот, по, и у них трепетное отношение ко времени в цифровой среде, и трепетное отношение к тому, они уже осознанно подходят, значительно более осознанно, то есть у них еще и самоконтроль такой развится, внутренняя мотивация, значит, самоконтроль, то есть они подходят более требовательно, то есть самоуместности и значимости учебных активностей для них лично. То есть вопрос, а для чего я вот это делаю, почему я выполняю вот это задание, а не то, почему я делаю это в таком формате, а не в том, для них совершенно не пустой звук. Они начинают требовать, я так сказать, настоятельно просят пояснений по этому поводу. Далеко не все наши преподаватели к этому готовы, то есть ожидания студентов очень растут. И здесь я подчеркнула специально вот такое слово, как вдохновение, то есть такое требование, как вдохновение, то есть учеба уже вот в нашу эпоху, да, цифровую становится не просто как бы таким процессом, который ты пройти обязан, да, какие-то внешние факторы вынуждают тебя это делать. Это во многом процесс, который ты, так сказать, делаешь сам, ты, он тебя, делаешь это с любовью, с вдохновением, с удовольствием. Вот учебный процесс должен быть организован так, чтобы он окрылял, чтобы тебе хотелось это делать. Я это говорю совершенно с уверенностью, потому что я сама часто, нахо, я очень много учусь в онлайне, и я просто поражаюсь иногда, что до какой степени вдохновляют меня некоторые учебные программы, учебные активности. Там просто забываешь про все и делаешь все это с удовольствием. То есть, значит, поэтому требования это совершенно не пустое, это никакие не хотелки, это просто действительно так. Так вот, в наше время учебные программы должны вдохновлять. Дальше, значит, есть много критики относительно. Да, мы научились что? Мы научились создавать контент в разных форматах, очень много, очень разного. Но тут выясняется, что на самом деле, я нашла ряд интересных комментариев относительно того, что вот какой бы сейчас контент от разных производителей, в принципе, одинаковый. Понимаете, ну трудно, так сказать, ну английская грамматика, где бы ты ее ни изучал. Она та же самая. Конечно, ее можно там запаковать, ее можно, значит, да, то есть содержание, вот контент, да, то есть буквально в смысле контент, контент – это же содержание по-английски. Он, его трудно, во-первых, он одинаковый, во-вторых, от какой контент не возьми, там все вот как бы идет, значит, объекты, предметы, методы, это как-то, так сказать, на деталях концентрируется. То есть вернее, чтобы дифференцироваться, отличиться от кого-то, производители и разработчики этого контента, они работают по отдельным каким-то фрагментам этого контента, по отдельным его параметрам, да. То есть где-то, значит, больше внимания уделяют структуре, где-то последовательности, вот. А сейчас важно, и столько сам контент, сколько его упаковка. То есть формат подачи, да, значит, объяснение, значит, связь с нуждами обучающихся, вот. Темпы, ритмы, вот эти все последовательности изучения. Вот сейчас вот это важнее, чем, собственно, само содержание, содержание обучения, вот. Потом есть запрос на создание и поддержание мотивации. Вот тут я говорила про вдохновение. Это вот и есть про мотивацию, потому что правильно организованная учеба, она является мощнейшим мотиватором, если она организована правильно. Вот, в частности, пример такой, как гемификация. У нас про гемификацию мало знают, и эти термины употребляют каждый очень часто по-разному. Вот, но игра, да, и гемификация, как, значит, подход такой, вернее, метод в педагогике, как раз направлено, как раз направлено на создание и поддержание мотивации. Мы знаем, что игры – это что-то такое, что не только мотивирует, но затягивает вообще и очень сильно, вообще может поменять даже образ жизни. Вот, то есть очень сильный мотиватор. Вот если правильно организовать учебный процесс, не обязательно с помощью гемификации, хотя гемификация здесь-то очень часто используется, это понятно, потому что игра сама по себе чрезвычайно сильный мотиватор. Правильно организованный процесс, он сам по себе очень сильно мотивирует, вдохновляет. Так, значит, ну и индивидуализация важна для взращивания той самой самости, субъектности наших обучаемых. Это касается не только образования, но образования прежде всего. Потому что только субъекты, которые сами способны принимать решения, в том числе образовательные решения, могут соответствовать всем требованиям, которые 21 век предъявляют. Не будем сейчас об этом говорить, но понятно, что вот эта креативность, коммуникабельность, критическое мышление, они без коммуникации, без субъектности, то есть вы сами должны это делать, и кто не будет вам инструкции давать на каждый счет. Так, вот еще интересный момент. На самом деле сейчас параллельно идет, как бы вот есть тенденция к тому, что моменты, связанные с социальной компонентой, например, очень интересно термин, недавно мы с нашими студентами изучали, это одомашнивание технологий. Как в свое время происходило одомашнивание животных, сейчас идет одомашнивание технологий. Какие-то технологии удается одомашнить, какие-то нет, и это процесс социальный. В качестве примера, например, нанотехнологии, технологии ГМО, геноинженерные технологии, относительно нанотехнологий их приняли, к ним нет такого настороженного отношения, а вот российское общество так и не приняло геноинженерные технологии, что сильно сказалось на последствиях, на судьбе геноинженерии в нашей стране. Я к тому, что на фоне того, что усиливается роль социума в генерации знаний, в образовании, в многих других вещах, очень важно в этом сообществе самоопределяться. Для того, чтобы самоопределяться, надо сначала отделяться, как говорил наш великий когда-то вождь, который когда-то считался великим, сейчас он таковым не считается, по крайней мере, не всеми, это не есть часть нашей официальной идеологии, чтобы объединиться, надо сначала разъединиться. То есть ты должен, для того, чтобы социализироваться, надо сначала осознать свою собственную индивидуализацию, вернее, осознать собственную идентичность, создать ее, и дальше Туфенот строит на самом деле идентичность, а потом уже с кем-то объединяться. Так, еще. Вот на самом деле индивидуализация важна, потому что она как бы очень хорошо, не то, что очень хорошо ложится, она требуется и играет очень большую роль именно в развитии, в зоне ближайшего развития по Львову Годскому, потому что зона ближайшего развития это та область, где индивидуум, где обучающийся может, конечно, дальше сам идти, но при помощи кого-то, а именно педагога, тьютера, например, он пойдет быстрее. И, собственно, получит больше удовлетворения. И вот, чтобы понять, в каком размере необходимо обучающимся помощь педагога, какого-то важного, какого-то третьего лица, нужно, конечно, знать размеры, определять размеры этой помощи, это невозможно без индивидуализации. Вот, поэтому индивидуализация еще раз важна. Так, ну и помимо всего, нужно повысить качество образовательных решений. Вот это data-driven decisions, или как бы сейчас доказательная есть медицина, но вот мы сейчас вступаем в эру доказательного образования, позволю себе такой термин, вот, evidence-based или education какой-нибудь, я уверена, что есть такой термин где-то, я, правда, не встречала так в чистом виде. То есть, ну, значит, образовательные решения, решения в области образования тоже должны приниматься на основе данных каких-то. Вот, и в том числе реализация, разработка реализации индивидуальных образовательных программ, это функция как раз тьютера, которая сопровождает обучающихся в этом процессе. Вот, это надо тоже делать на базе свидетельств, на базе данных, и здесь мы вступаем, значит, здесь мы уже, так сказать, сталкиваемся с тем, что, чтобы иметь вот эту базу для доказательных образовательных решений, нам надо осваивать технологии, в частности, технологии работы с большими данными. В чем теку, значит, это я сказала о том, почему реализация особенно важна сейчас. Вот, давайте посмотрим на некоторые другие, особенности текущего момента. Так, ага, вот я просто отслеживаю вкладку. Так, да, все, Иванова, Светлана Вячеслава, я рада, что я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Итак, еще в чем специфика текущего момента? Вот мы говорили, да, индивидуализация есть, так сказать, и в Игоцке наше все, как известно, вот, никто с этим не спорит. Я, кстати, чем больше я изучаю цифровую среду, тем большим уважением я привлекаюсь к Ольгу Семеновичу. Вот, потому что его теория как раз очень хороша. Вот это та самая теория, которая очень сильно позволяет продвинуться практикам. Вот, потому что его культурно-историческая теория, и, так сказать, идея влияния социальной среды, социальной ситуации развития, на развитие психической функции, просто вот как раз вся наша цифровая среда, изменения, значит, новая ситуация развития, появление виртуальной, взаимопроводникновения, да, реальной и виртуальной реальности, вот это позволяет, как его теория позволяет понять эти вещи намного лучше, чем это было бы без нее. Итак, специфика текущего момента какая еще? Дело в том, что, в отличие от предыдущих, смело скажу, как бы веков, потому что Выгодский жил, так сказать, достаточно давно, есть в наше время реальная возможность для индивидуализации образования. Она реальна сейчас, мы можем этим заняться. Вот, мне кажется, если посмотреть с этой точки зрения на все дебаты, вот эту яростную, так сказать, борьбу, столкновение мнений, да, попытку выработать какие-то решения, какие-то основания для решения новой концепции, сейчас она идет во многом вокруг индивидуализации. То есть, того, что индивидуализация реальна, почему мы до сих пор ее не осуществили, да, почему бы ее не сделать. Вот, например, стоит ли классно-урочная система, которая сама по себе, она совершенно, так сказать, не укладывает, она как раз сильно противодействует, потому что она не под индивидуализацию сделана в свое время. Вот, как изменится роль учителя? Вот, тоже такой вопрос очень горячий. вокруг которого дебаты ведутся. И, собственно, давайте займемся индивидуализацией, что нам не надо. Давайте попробуем, да. И тут выясняется, тут уже начинаешь мыслить, если перейти к инженерному мышлению, нет, я когда перехожу, а чего не хватает? Давайте попробуем. Я понимаю, что не хватает нам как раз обратной связи. То есть, смотрите, мы уже научились создавать контент. У нас изобилие контента, огромное количество. Напомню вот эту замечательную статистику, что на конец 2018 года предлагалось в мире 13 тысяч онлайн-курсов, от почти тысячи университетов, там, 900 с лишним. Понимаете? Ну, это если каждую в неделю по курсу заканчивать, это где-то, по моим подсчетам, там где-то 250 лет надо учиться. Вот, то есть, без прерыва. То есть, создано нами и нашими, значит, коллегами в мире огромное количество контента. Он очень разнообразен. Значит, есть средства доставки, их тоже много. Кроме того, благодаря усилиям, благодаря реализации проектов цифрово-образовательной среды в нашей стране есть критическая масса учителей и учеников с достаточно развитыми цифровыми компетенциями. Вот, я сейчас опираюсь, вот, утверждая это, я упираюсь на исследования Галины Артамбековны-Солдатовой, да, это психологический факультет университета московского и фонда развития интернета. Благодаря их многолетним, упорным и очень, так сказать, очень научным, очень грамотным, построенным, последовательно проводимым исследованием мы имеем представление в уровне цифровой компетентности наших учеников, наших учителей и родителей учеников, по крайней мере. Вот, значит, действительно, несмотря на то, что средний уровень остается не очень слишком, не самым высоким, я имею в виду уровень цифровой компетентности, тем не менее, есть учителя, есть ученики, есть родители, которые обладают достаточно развитыми цифровыми компетентами. То есть мы можем дальше уже использовать вот эти вот цифровые навыки для, вернее, ну да, навыки в рамках, развитые в рамках цифровой компетентности, для дальнейшего опыта для индивидуализации образования. Теперь смотрите, относительно уже теории, да, мы бы как бы занимались индивидуализацией, вообще цифровом образовании, есть ли у нас цифровая дидактика, нужна ли она? Вот это вот тоже такой вопрос, вокруг которого сломано много копий. Вот мой личный опыт и исследование, ну, которое проводила лично я, я вижу, что, так сказать, нет никаких таких теоретических, каких-то фундаментальных барьеров для того, чтобы не, чтобы концепции, которые, педагогические подходы, методы, способы, средства, формы, которые были разработаны для традиционной среды, чтобы, так сказать, отказать им в праве быть реализованными в цифровой среде. Нет такого. Вот, по крайней мере, в том объеме, в котором это знаю я. То есть многие теоретические концепции моделей, созданные ранее работавшие в традиционной среде, продолжают работать и в цифровой. Тогда чего нам не хватает? Так вот, по моему мнению, нам не хватает обратной связи, потому что все образовательные решения, о качестве которых мы сейчас говорили, они основываются на чем? На результатах предыдущих этапов. То есть мы должны знать, куда продвинулись ученики, что они сейчас, так сказать, могут, что они не могут. И для того, чтобы принимать дальше какие-то решения, им самим или нам, или нам вместе с ними, нам нужно знать, а что, собственно, в каком состоянии дела, а потом уже двигаться. Так вот, смотрите, вот получается вот такая схема, что мы с вами, опыт деятельности у нас есть в реальной среде цифровой. В процессе этого опыта мы получаем какие-то результаты, в виде каких-то данных. Это могут быть данные успеваемости, посещаемости. В советские времена была такая шутка рукоподнимаемости под паркозалезаемости и всего прочего. То есть мы получаем данные, те, которые нам нужны иногда, или тем, которые нам, допустим, не очень нужны, но система просто их производит автоматом. То есть получается достаточно большое количество данных. В некоторых случаях, собственно, количество данных вполне подходит под определение big data, то есть большие, да, то есть в огромном объеме они получаются. Я здесь имею в виду, естественно, это глобальные провайдеры онлайн-курсов, о которых я говорила, и там уже они проводят исследования разные на основании выборки, там, в десятки миллионов. То есть реально получается big data там, где эти данные, во-первых, можно получать, и, во-вторых, достаточно большая выборка, чтобы их получать. Но получаются эти данные, которые нельзя отнести к разряду big data, но они в любом случае получаются. Это журналы, это посещаемость, ну, в общем, мы много чего знаем на эту тему. Много разных. Если, собственно, вот, и дальше эти данные хотелось бы использовать так, чтобы они были основой для принятия этих качественных образовательных решений. Их нужно как-то анализировать. И если это реально большие данные, то это, конечно, делают машины. И здесь мы видим, здесь у нас уже очередной разряд технологий, когда машины леони, это когда машина сама себя обучает, программа обучает сама себя, вырабатывает алгоритмы, алгоритмы сама, то есть отношение к машине как к черному ящику, что там происходит, мы туда не вмешиваемся, машина обучает сама себя, и я в результате, значит, на самом деле алгоритмов, которые она пробует, она выдает нам некую картину, которая, собственно, является обратной связью. Вот мы, используя определенный алгоритм, если он один и тот же, можем прогнать все эти большие данные, получить индивидуальные результаты для каждого источника вот этих данных. То есть это уже есть. Так, а если это не достаточно много данных, тогда их можно либо вручную проводить таким пустарным способом, чем мы занимаемся все, тем более сейчас, когда у нас период экзаменов, но если не хватает этих данных, то можно сделать дополнительный сбор данных. Ну вот, например, если говорить про нашу действительность, то, допустим, есть такая московская электронная школа. Там сейчас очень много... Это такой ресурс, где расположены сценарии уроков, интерактивных уроков по очень многим предметам. Это была отдельная, большая, совершенно огромная работа по наполнению этого ресурса. И сейчас там очень много... Сейчас, я боюсь ошибиться. Приношу прощение всем, кто имеет отношение к созданию. Я, кстати, сама тоже участвовала в наполнении этой московской электронной школы сценариями уроков. Я составила сценарий урока по кибербезопасности. Интерактивный такой урок. Достаточно серьезная была работа. И сейчас там, по-моему, десятки тысяч этих уроков. И эти уроки, какие-то используются больше, какие-то меньше. То есть получилась, на самом деле, достаточно большая... То есть дальше эти уроки используются учителями. Частые или редкие. Вот я на конференции в декабре в Московском городском университете было сообщение о том... Был проект анализа того, какие уроки используются на МЭШе, какие нет, какие лучше, вернее, чаще используются. И была получена такая вот картинка. То есть выработал некий паттерн поведения московских учителей, которые... Их предпочтение относительно этих уроков. Там уроки в результате были разбиты на категории. И каждая категория по-своему... То есть учителя по-разному относились к этим категориям. Вот на основании их предпочтений эти, собственно, и были выделены... Вернее, нет. Соотносили свойства, в смысле параметры, характеристики этих уроков и предпочтения учителей. То есть какие уроки... Например, уроки, которые про разные события, такие большие, то они... Их учителя любят, они их часто используют. Про теоретические концепции существенно, понимаете, меньше. Но тем не менее. То есть вот такая картинка была составлена. Но это не был машин леонид. Данных маловато для этого. Но можно здесь за дополнительный сбор данных, по-моему, был какой-то осуществлен. Что-то анализировалось ручное. И получилась в результате индивидуальная обратная связь по этому ресурсу и по тому, как учителя... То есть можно было дальше развить это дело. То есть какие учителя, какие уроки используют, кому что рекомендовать, может быть, учителей категоризировать и так далее. Так. Вот. И уже на базе этой индивидуальной обратной связи принимаются образовательные решения. И нам... И дальше опыт деятельности. То есть вот это надо замкнуть, это надо сделать циклом. Вот. И мы пытаемся это замыкать, по крайней мере, я как тьютор, да, и в рамках той научной школы, которой я принадлежу, это действительно делается. Мы все время собираем обратную связь, рефлексию проводим, обратную связь. И... Ну да, рефлексия и обратная связь. Вот. И уже образовательные решения принимаем на базе той обратной связи, которую мы получили. Так вот, вопрос тогда, какие методы в эпоху цифровую позволяют нам осуществлять вот этот сбор обратной связи, который необходим для замыкания этого контура. Давайте посмотрим на нашу цифровую среду, в которой мы работаем, в которой мы живем, что мы там можем, какие данные мы там можем собрать с помощью каких средств и технологий. Вот. На самом деле, я, погрузившись в это, поставив перед собой этот вопрос, я стала, ну, по своей... У меня такая стратегия, если я, у меня есть какая-то интересная проблема, какая-то задача, я либо книгу беру, раньше вообще были только книги или статьи, какой-то текст, либо это массово, какой-то онлайн-курс. Вот последнее время онлайн-курсы такие массовые стали, массовый я имею в виду как формат онлайн-курса, стали для меня что-то, таким же источником знаний, как и книги. Я пользуюсь в основном, смотрю англоязычные курсы, потом русскоязычные. Вот. Хотя бы потому, что технологии все-таки более активно развиваются, применяются, в частности, в образовании, так сказать, Россия в этом плане лидером не является. И вот, поэтому я смотрю и то, и то. В основном я смотрю англоязычные ресурсы, я о них много рассказываю, делюсь этим всем, Вот. И открыто для дальнейшего обсуждения. Так, смотрите. Я, естественно, пошла и нашла курс, курс на Курсере, который называется «Влияние технологии на образование». И я туда погрузилась. Так вот, весь этот курс, он, в общем-то, и был про то, как собирать данные вообще через интернет. Вернее, нет, там половина этого курса была про то, как собирать данные через интернет. Вот. Значит, и вот, прежде всего, ты знакомишься там с тем, что, какие, собственно, данные можно получить из интернета. И какими технологиями, и за счет чего они получаются. Так вот, мы можем, на самом деле, что нас знает интернет? Начнем с себя. Как способ своими технологиями. Что интернет знает у нас? И благодаря каким технологиям? Так вот, основной технологии, благодаря которой интернет знает про нас очень многое. А вы, наверное, с этим согласитесь. Если нет, то приводите примеры, то задавайте вопросы. Для меня это было сюрпризом. Как много интернет знает обо мне. Мне казалось, то есть, мы исходим из того, по привычке, что, так сказать, даже если до нас есть кому-то дело, то, как правило, у меня нет ресурсов, чтобы что-то про нас узнать. Вот. А на самом деле, такие ресурсы есть. Вот. И во многих случаях они просто получаются сами собой. Так вот, значит, основная технология, благодаря которой интернет знает нас больше, чем способность представить, это технологии кукков, или кукис по-английски. Это крошечные такие файлы. Кукис, так сказать, tiny cookies, как пишут англичане, действительно, крошечные. Вот. Они хранятся на компьютере пользователя и пользуются, значит, серверы и сайты в процессе реагирования на запросы, которые отправляются браузером. Они эти файлы друг к другу посылают, вот, обмениваются. Вот. На самом деле, технологии, которые используют интернет, они очень открыты. Они не приспособлены к тому, чтобы как-то закрывать, секретить. Да, это удивительно, как мы вот об этом мало знаем, об этом не подозреваем. Так вот, вот эти крошечные файлы, ими обмениваются серверы, ими обмениваются, значит, компьютеры не обмениваются, обмениваются серверы, они хранятся на компьютере пользователя. Вот. И благодаря этому, можно, они бывают собственные, те, которые посылаются доменом из адресной строки, когда мы что-то ищем. И внешние сторонние, соответственно, так сказать, куки, третьей стороны, вот, это то, что посылает нам домен, значит, в ответ на запрос, или вдогонку, да, к выполняемому запросу относительно рекламы. Вот. То есть, вот, это в этом обмене зашита возможность того, что вы, запросив, допустим, я регулярно заказываю книги на литресе, и поэтому, какой бы сайт я ни смотрела, другой, любой, мне все время всплывает реклама. Вот это вот таргетированная, как сейчас говорят, реклама, она возможна благодаря технологии именно куков. И, конечно, масса критики раздается в пользу вот этих самых внешних сторонних куков, которые, собственно, и обеспечивают то, что нас эта реклама бомбардирует, и вот, и она преследует нас потом, так сказать, независимо от того, какие сайты мы смотрим. Иногда, на самом деле, через, через годы это может произойти, и все равно, то есть, на самом деле, интернет помнит все. Вот, в этом есть и плюсы, и минусы. И, собственно, что же делать-то в этом случае, да? Получается, что, минуточку, так, технологии куков, да, как это пресечь? Можно отключить и функцию, вот эту, использование этих куков. Вот. Это быстрое решение, но тогда у вас могут перестать работать некоторые сайты. Поскольку я, как правило, забываю про то, что я что-то изменила в настройках в свое время, если это недостаточно часто повторяется, то об этом легко очень забываешь. Вот. Забыв это, ты потом сталкиваешься с тем, что какие-то сайты у тебя работают, либо работают не так, как тебе надо, и ты сталкиваешься с массой проблем, потом долго страдаешь, не можешь помнить, что произошло. Вот. Хотя ты сам, собственно, себе такие проблемы создал. Поэтому здесь надо быть аккуратнее. Я, например, не отличила у себя эту функцию куков. Тогда у меня есть вот. И второе, можно перестать пользоваться вот всеми этими функциями. То есть поиском, ничего не покупать, удалить себя из соцсетей, да. Это тоже можно сделать. Вот. Та самая поговорка, что лучше средство от головной боли, это глиотина. Вот. Но здесь, видимо, нужен некий баланс. Давайте посмотрим, что у нас еще. Что нам еще грозит. Помимо технологий куков, интернет собирает о нас данные. Вернее, о нас можно собрать данные в интернете. Он не сам собирает. Это технология кибербезопасности. Там, где у вас логины, пароли, какие у вас пароли, где, каким вы пользуетесь, там, там, там. И тут, конечно, вчера вы обсуждали это с коллегами, мне поведали, что до сих пор есть люди, у которых один пароль, логин на все там сервисы, на все варианты. Это было исследование специальное. И выяснилось, что вот как раз там выяснилось, что интернет помнит все. Я, к сожалению, не могу сейчас сослаться на авторов. Мне обещали прислать слух, но пока еще я ее не получила. Это такая история. До сих пор есть вот эта наша цифровая идентичность, особенно у российских людей. Даже термин появился цифровой легкомыслие. Атрибутом цифровой культуры в России является цифровой легкомыслие. Особенно, почему-то, в образовании. Когда я готовила вот урок по кибербезопасности для Московской электронной школы, я тоже изучала этот вопрос. И там было исследование такое, насколько легко вы делитесь своей цифровой идентичностью. То есть выяснилось, что люди уже прониклись с тем, что не надо отдавать свои пин-коды от банковских карточек. И вообще надо, так сказать, аккуратно набирать пароли, даже когда вы расплачиваете в супермаркете. Потому что методом аккумулирования разных мелких информаций вас в интернете можно про вас узнать. То в образовании студенты очень легко отдают свой один пароль для того, чтобы кто-то сдал за них экзамен. А потом человек понятно, что иногда за это можно потом очень дорого поплатиться, но у нас цифровой легкомыслие очень неотъемлемый атрибут нашей культуры. Ну и, конечно, дальше, что он помогает собирать информацию на интернете из моего собственного интернета, то, как он работает вообще. То есть, смотрите, на каких веб-сайтах вы в страницах вы кликаете, какие страницы вы посещаете. Это все, даже удалить историю, вот видно на вашем компьютере. Дальше, что вы ищете в сети? История ваших личных запросов. Вот отсюда, собственно, критика относительно Яндекса, относительно Фейсбука, относительно Гугла, что они торгуют вот этими данными. Ну, да, мы знаем, что все они это делают. Иногда не персонально, а просто статистику они продают. Это абсолютно нормально, да, такой статистикой тоже торговать надо, наверное, для того, чтобы развивался рынок. Так, потом, что вы приобретаете? Вот я приобретаю книги, результат меня преследует реклама книги. Или данные вашего профиля. Вот на том или ином сервисе заполняете без конца эти профайлы, и вот эти данные тоже становятся доступны. Вот. Есть, для того, чтобы быть более убедительным, вот я приведу примеры того, как я запустила браузер Privacy Analyzer. То есть, есть такая программа, вот ссылка на нее есть. Вы можете скачать презентацию, взять оттуда ссылку, зайти туда, вот, запустить этот самый Privacy Analyzer и узнать очень много из того, что интернет знает про вас. Вот я на себе такой эксперимент провела. Вот мой IP-адрес, я теперь знаю, где его при случае взять. Мне сообщили тут же, что я нахожусь в Москве и поле услугами какого провайдера я пользуюсь. На основании работы я на настольном компьютере или на планшете на мобильном телефоне. Вот моя операционная система, вот браузер мой, его разрешающая способность, включена или нет функция автозаполнения. Вот ее можно отключить, можно включить. Вот если она включена, то с вас становится легче скачать информацию. И куда я часто загружаюсь? Вот почему-то они решили, тут я согласна, что YouTube, Gmail я там без конца, но почему-то еще и Amazon и Meetup. Вот видимо, я оттуда не совсем грамотно выгрузилась. Вот, то есть любой человек, который, так сказать, зайдет с вашего компьютера и запустит этот замечательный сервис, он про вас много чего узнает. Куда вы грузитесь, например, да? Вот та самая история. есть еще одна технология, так называемая, как Canvas Fingerprinting, то есть цифровые отпечатки пальцев, то есть где вы ходите, то есть это тот вариант, когда не через куки, а когда вот эти самые мелкие такие подробности, куда вы ходите, что вы покупаете, значит, это тоже можно аккумулировать и безо всяких кубов это все спокойно вычислить. И вот здесь, собственно, про меня, так сказать, меня поразило вот в этой технологии то, что известно про меня, но просто можете получить информацию во всем мире, что происходит, та самая история с большими данными. То есть, например, какие браузеры используются в настоящее время? Вот вы сидите в интернете, весь мир сидит в интернете сейчас, и какие браузеры они используют? Пожалуйста, да, наиболее часто это Google, это Chrome, это Firefox, вот они. Так, это браузеры. Что еще? Какие языки в ходу? Какими языками пользуются пользователи интернета? Простите за тавтологию. конечно, две трети это английский, три процента русский, вот он выделен. Вот остальные это вот куча и куча разных языков. Значит, какие операционные системы в ходу? Windows, iOS и так далее, и так далее. Вот они все есть. То есть, такой информации тоже очень легко получить. Вот. Это то, что корсет с интернета вообще. Но нас-то интересует относительно образования. И тут вот я вам сейчас остаток моего доклада будет посвящен тому, какие, собственно, технологии можно использовать, и сервисы можно использовать для, и технологии, а как бы методы, технологии, сервисы для получения данных, для принятия именно образовательных решений. Вот смотрите, я нашла, ну, мне, конечно, подсказали, благодаря, опять же, обучению на различных онлайн-курсах, сервис, который называется Perusual.com. Простите, здесь ошибка. Сейчас я скажу. Сейчас я просто напишу. Perusual.com. Perusual.com. Тут два лэ. Значит, этот сервис, этот портал, наверное, все-таки был разработан в Гарварде, и он разработан для того, чтобы отслеживать, оценивать вашу способность вашу какие-то выносить суждения, какие-то, что-то, значит, формулировать, идеи какие-то, замечания, то есть, как бы, в общем, глубину, да, то есть, вашу работу с текстом. Там создается так называемый клуб, допустим, вы можете для своих студентов, значит, я создала тот же клуб для своей магистрской группы, всех туда пригласила. В этот клуб, значит, закачивается текст, это может быть статья, это может быть книга, как правило, они не слишком длинные, но можно и книгу, которые там разворачиваются. Его там можно читать. При этом вы читаете этот текст и комментируете его. Комментарии, вот они появляются справа, вот, но дальше происходит что? В Гарварде существует вот этот самый алгоритм, который разработан на базе больших данных методом машин-леунинг. Этот алгоритм оценивает ваши комментарии. Вот, по каким параметрам, это уже вопрос к алгоритму. Вот, но в результате вас, ваша оценка за глубину ваших, глубину, оцените именно глубина комментирования вами данного текста. Вся группа комментирует, это все обсчитывает, обсчитывает алгоритм и выдает вам вот эти оценки, кто куда продвинулся. То есть, смотрите, вот тут вот 6 оценка, вот справа 3, 4, 3 и так далее. То есть, мгновенно, достаточно быстро, вернее, оценивание происходит где-то раз в сутки. Переоценивание. То есть, вы видите тут же свою оценку, это же видит и преподаватель. Вот. То есть, это в режиме реального времени, обратная связь. Вы видите, что вы не дотягиваете по комментариям, вам нужна лучшая оценка, вы тут же начинаете вносить сюда новые комментарии, более глубокие, и они появляются, тут же обрабатываются этим алгоритмом, и результат появляется. Вы его улучшаете просто так по ходу дела. Вот уже, что называется, обратная связь на базе очень передовых технологий и, что называется, в режиме реального времени. Вот. Для нас этот сервис доступен, там можно работать. Единственное, что, так сказать, я не пробую еще загружать туда русскоязычные тексты, не знаю, как их будет обрабатывать этот алгоритм, работает ли он с русским языком. Вот. Но, по крайней мере, то, что сделано в Гарварде, доступно нам, да, и мы можем попробовать с ним работать. Что я, собственно, и предложила своим студентам. Вот. Это то, что Каста, это то технология на базе больших данных, которые позволяют получать обратную связь в режиме реального времени по прогрессу ваших учеников. Вот. Но есть и другие варианты. Вот варианты, которые более, вот, в своей практике я применяю, тут уже пока нет больших данных этих супер технологий. Вот. Но, тем не менее, вы можете в онлайне совершенно свободно их применять. То есть, смотрите, прежде всего, какие методы сбора предоставляют обратные связи. Совместное обсуждение. Это регулярные, ценнооправленные встречи учителя, преподавателя со своими, обучаясь, со своими слушателями, учениками, студентами, тьютерской группы. Тьютер может встречаться в своей тьютерской группе. Я это сама делаю регулярно. И для этого существуют какие сервисы? Ну, например, мы знаем, да, что тот же Мераполис, тот же Zoom, тот же DreamStuddy, та же, и Skype for Business такой корпоративный, совершенно замечательный. Я имею в виду, удобный для меня, потому что эта площадка, эта корпоративная площадка предоставляем Московским городским университетом. Спасибо вам за это большое. Вот. То есть, на площадках вы вполне можете собираться регулярно и таким вот совершенно методом, который идет еще там из 11 века, из 12 по некоторым версиям, собственно, тьютерская группа, тьютерская группа, а такие группы существовали еще в Кемберже Оксфорде, вот, тогдашних. Вот. То есть, все это делается совершенно в онлайне. Вообще, на самом деле, вопрос интересный, это то, как технологии, методы, да, подходы, концепции, модели, разработанные для традиционного образования, вернее, образования в традиционной среде, как их переносить в онлайн, цифру. Вот, это интересный, интригующий, очень вдохновляющий вопрос. Я с удовольствием этим занимаюсь, уже много лет, вот, с 2008 года переношу, и вижу, что на самом деле они работают нормально, и вот те, которые начинают пытаться это делать, они это тоже видят. Я сейчас, говорю, не просто там взял, попробовал, а именно о том, что взять какую-то модель, допустим, значит, ну, ту же самую, вот, так сказать, зону ближайшего развития, да, вот, в цифре это работает? Да, работает. А как это делать в онлайне? Или модель, допустим, community of inquiry, или коллективная форма организации учебного процесса, да, работы за счет чего? Можем мы это реализовать? Можем. За счет чего? Вот за счет каких-то определенных сервисов, то есть, это вполне обсуждаемо, реализуемо, обсуждаемо, и вот сейчас я просто вам, если как бы на своем примере, перевожу примеры сервисов, с помощью которых это можно делать. Вот, вопрошание, questioning, да, это техники генерации организации вопросов. Есть такой, такой портал, называется лаборатория интерактивного вопрошения. Пожалуйста, там можно обучиться такому методу сбора обратной связи, в частности, то есть, я имею в виду, что вопрошание для разных вещей можно использовать, для получения обратной связи это, конечно, святое. Вот, можно этому научиться. Какие еще существуют? Совместная, так, подождите секундочку, гемификация, да, то есть, в какой форме? Это присвоение баллов, выдача бэджей, продвижение в рейтинге по итогу выполнения задания. В качестве примера я люблю приводить сайт, который называется FreeRise.com, благотворительный такой сайт, где вы изучаете иностранные языки, и благодаря вашим усилиям, значит, ваши усилия оплачиваются определенным количеством рисинок, там такая валюта, это рисинка. Вот, и эти рисинки идут в фонд, который занимается обеспечением продуктами жителей, так сказать, стран, где этих продуктов недостаточно, и регионов, где этих продуктов недостаточно. То есть, ваш ответ, правильный ответ, это 10, это одна рисинка, но в результате, вот таким путем, этот сайт, я смотрела статистику, они набирают несколько тысяч тонн, между прочим, риса, вот таким вот путем, по всему свету. Я там поддерживаю свой английский язык на этом сайте тоже, в частности. Потом, картирование. Это тоже способ получения обратной связи, то есть, можно по итогам выполнения какого-то задания, или какого-то этапа, реализации какого-то этапа образования, или образовательной программы. Фьюторы это делают по этапам, по итогам реализации. В начале реализации какого-то этапа индивидуально образовательной программы, в конце, например. Составляют карты с указанием местонахождения обучающихся. Вот эти карты можно составлять как ручную, рисовать эти карты, естественно, с соблюдением требований, масштаб, там должны быть какие-то топики определенные. Но это очень хорошо делать его онлайне тоже. Замечательно. Вот мои студенты, я, мы любим вот этот сервис MadMap бесплатный для составления интеллект-карт. Вот пример всего, один из примеров, вернее, карта, схема, которую я представляла вам сегодня, она составлена с помощью этого сервиса. Очень удобно. Что еще можно делать? Не просто составлять коллажи. Вот такие вот рефлексивные вещи, образы, хорошо идут, потому что из образов, композиции, фотографий в интернете, в Инстаграме, в Пинтерест, да, этого достаточно. Вот. И таких сервисов много, координаты, адрес одного из таких сервисов я привела. Еще что хорошо, индивидуальные групповые типы реала, общение на 1-1, 1-1-1 с целью выявления образовательных запросов. Вот. Это тоже делается на площадке, может сопровождаться картированием с помощью этих сервисов. Очень здорово работают опросы. Вот в онлайне опросы проводить намного легче, чем в оффлайне, да, представляете, вам вот эти вот рассылать, или там звонить, да, это дорого. Рассылать письма, тем более, потому что еще и процент откликов всегда бывает высокий. Вот. А вот опросы, которые я всегда составляю, например, с помощью сервиса сервей Манки, да, это лидерал, лидер по составлению опросов. Бесплатно, очень удобно, даже в бесплатном варианте там достаточно количество опций. И комментирование, вот тоже мой любимый сервис, это VoiceSet, вот здесь адрес есть, создается площадка, туда вы загружаете какой-то запрос или какой-то объект, или какой-то, не сказать, учебный какой-то материал, и просите студентов заходить, оставлять комментарии. Это хорошо и для, так сказать, освоения материала, и очень хорошо для получения обратной связи. Коллеги, у нас, я размещаю там такой запрос, можно видео делать, можно еще что-то, аудио, я прошу дать обратную связь по итогам состоявшегося, допустим, вчера, от материала, или сегодня. И они отвечают, причем отвечать там можно в виде аудио, в аудио формате, в видео формате, можно позвонить по телефону, можно оставить текст, то есть это очень удобно, современно, а потом все это аккумулируется, вы вполне себе это можете начать представить. Ну вот, на самом деле, вот я уложилась в час на этот раз. Спасибо за ваше внимание, я попробую, настала пора вопросов. Прошу прощения, сейчас я в общем чате размещу адрес вот этого сервиса. Так, вот я знала, что будут вопросы относительно на русском языке, значит, Анастасия Федерикова спрашивает, на русском языке пока не вижу оценок. Ну, вообще, я не уверена, что этот сервис настроен под русский язык, в том или ином варианте, да, это новая, это достаточно вещь. Надо пробовать, получится, но на самом деле современные технологии самые, их пока их надо локализовывать еще у нас в России, то есть, так сказать, совершенствовать под возможность общения с ними на русском языке. Новые технологии, как правило, идут к нам, не как правило, часто идут к нам, значит, за границей, поэтому, не всегда уже локализованы, коллеги, хотим мы этого или не хотим, но мы должны привыкать работать на разных языках. Вот, это абсолютно необходимо. Либо переводить. Ну, вот, всех своих студентов я, ну, не только студентов, но и участников вебинаров, я постоянно вещеваю, потому что вещеваю, значит, прошу, обращать, то и прошу изучать английский язык для этого у нас тоже есть масса возможностей и, в частности, на работе нас часто просят, по крайней мере, преподаватели Московского городского университета вот совсем недавно, в конце этого года все проходили обучение в Скаенге. да, 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 вот, Пал Юрьевич сообщает о том, о следующем вебинаре, да, февральском, выливаем иностранными языками обучаясь на образовательных порталах. Правильно, это вот мой метод, который продвигаю, нужно просто, чтобы овладеть иностранным языком хорошо, надо начать изучать онлайн-курс на его, на этом языке. Да, хорошо, когда у вас есть при этом тот сопровождающий. Идеальный вариант это тьютер, который знает, значит, свободно этим языком владеет в идеале, вот, и который знает более-менее тему. Это, это на самом деле замечательный вариант, вот, я думаю, что мы когда-нибудь с Скаенгом на эту тему поговорим. Вот, на мой взгляд. Так, еще вопросы. Да, вот Эльвира Алиевна пишет, да, важная информация в плане определения перспектив. Хотелось бы попробовать. Вот у меня так же самое ощущение, я совершенно согласна. Когда я об этом читаю, я тут же начинаю это вот пробовать, насколько меня система пускает при моем уровне, значит, все-таки овладение этими компетенциями, да, вот, и насколько хватает времени, я обязательно пытаюсь тут же это все практически опробовать на максимальную глубину. Вот, вот, то самое вдохновляющее образование, понимаете, ты получил эту информацию, и у тебя тут же возникает желание бежать, тут же ее пропробовать, тут же внедрять, вот, опробовать обязательно, да, пробуйте, обязательно пробуйте, в процессе этого опробования вы поймете очень многое, чего не предполагали понять, не только как, допустим, работает сервис, как его применять, допустим, для сбора обратной связи в вашей, допустим, образовательной программе, которую в данный момент ведете, вы много чего узнаете и про другие вещи, я, например, не ожидала узнать столько про себя, да, благодаря интернету, вот, ну и про других тоже, про весь мир, да, что, допустим, только 3% русскоязычных используют русский язык, да, видите, вот 3% русскоязычных, русскоязычных, пользователей интернета в мире используют русский язык в данный момент, да, поэтому компания не очень вкладывается в локализацию, то есть перевод своих программ на русский язык, естественно, даже крупные. Так, коллеги, если вопросов больше нет, то я хочу еще раз поблагодарить вас за ваше внимание, за ваше терпение, вот, за вашу благожелательность, которую я чувствовала даже через интернет. Еще раз поздравить вас с Новым годом, пожелать успехов и здоровья. Передаю слово нашему уважаемому ведущему Павлевичу Калинникову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok